Привет, с вами Владимир и тележурнал под девизом ШО ОПЯТЬ? Сейчас я расскажу, как проверить 90-градусность и прямоугольность углов любого строения, не используя теорему Пифагора и сложные инструменты. Если экстренно в походных условиях объекта вам надо проверить, например, ровны ли углы у дома, у кирпичного цоколя, у бетонного, или, допустим, все, что должно иметь прямой угол, если вы не хотите строить теорему Пифагора и мерить диагонали, считать, чтобы сумма квадратов кайта была квадрату гипотенузы, то самый простой метод найти просто поддон и просто положить его на тот угол, который вы хотите проверять, хоть внутри, хоть снаружи. И это покажет, углы прямые или нет, быстро, просто и легко. Через несколько лет мне стукнет 50, и я, видимо, стал старый, потому что мне кажется, что раньше все делали лучше и надежнее. Это велосипед, который в свое время принадлежал моей старшей дочери. Уже 20 лет им никто не пользовался, он валялся на тех этаже девятиэтажки. То есть, вообще, и плюс, и минус, все сказывалось, всякие там сквозняки и прочее. Его нашла моя сестра и говорит, ну, Илюша же, давай, это мой племянник, отдай велосипед. А я про него и забыл. Ну, думаю, накачаю, посмотрю, накачаются ли колеса. Вот представьте, с 2000 года велосипед стоял там, конечно, все сдулось. И мы накачали колеса, и они исправно работают. Единственное, что вот тут есть ниппельки резиновые, мы их еле нашли. Или нашли шлангочку под старый тип вот этого ниппеля. И все. На это потратил много времени. Все, колеса накачал, все крутится, работает. Пытался разобрать стулки и сделать профилактику. Никакая профилактика там не нужна. Смазка на месте, все, ништяк. Единственное, что не было вот этого старого крыла. Но я поехал, купил пластиковое крыло от современного спортивного велосипеда. Разрезал его пополам, вот здесь соединил. И на саморезах приколхозил, чтобы ребенок сам себя не обляпал. К чему я это говорю? Представляете, какое качество раньше было изделий. Кстати, я посмотрел, здесь везде написано Мадуин Вьетнам. Тогда мы дружили с Вьетнамом, а не с Китаем. А Китай еще не был так развит. И внутри абсолютно целые камеры. Причем камеры сделаны странно. Они не целиковые, а как бы разрезана большая камера. И соедина одна в другую соединена, если вы поняли. Как кишка в кишку. И замазана клеем. Но так выпускалось именно в Вьетнаме по такой технологии. То есть кишка была одинаковая и для больших велосипедов, и для маленьких. Просто обрезали на необходимый диаметр и склеивали. Но тем не менее, все это работает по сей день. Вот так раньше люди делали изделия. Несмотря на то, что здесь все пластиковое. Все работает, все втулочки щелкают. Обгонная муфта работает. Тормоза, вот смотрите. Работает. А, да, и сигнал тоже работает. И даже резинка не порепалась. То есть раньше, что, что резино-технические изделия делать могли. Все это колхозное, кустарное, не очень красивое, но очень надежное, как и многое. Позднесоветская и раннероссийская техника. Все, ребенок будет кататься, будет счастлив. И все это обошлось абсолютно бесплатно. Бывают амазонские крокодилы, а бывают чернобыльские пчелы. В Таганроге, в торговом центре «Мармелад» продается вот такой специальный мед по спецзаказу. Чёрнобыль и везти дорого, поэтому далеко, поэтому стоит дорого. Хемингуэй написал роман «Старик и море», а Вован снял сюжет «Столбы и море». 1 января вышел с племянниками погулять на набережную города Таганрог. Угнала воду в силу того, что отливы. Хочу вам показать. Во-первых, вот такое же изделие, как делаю я, то есть плита на бетонных столбах. Хочу показать, как море съело бетон. Бесконечные циклы замерзания пролетели в бетон вот такую субстанцию. Примерно это было всё сделано в 98-м году, на 300-летие от Таганрога. Видите, во что пролетелся? И только сильное армирование спасает от падения эти столбы. То есть столбы держатся на арматуре. Те столбы, которые меньше замачиваются, в лучшем состоянии. Те, которые подходят ближе к морю, полностью съедены. Особенно вот тот дальний столб. Море неумолимо. Съест любой бетон. Газоблок можно не только класть и ложить, а можно ещё и вклеивать. Вот по периметру вклеили блоки, которых тут не было. Для того, чтобы снизить уровень окна из-за изменений в проекте от заказчика. То есть вот так должно было быть окно изначально. Потом, когда стропилку поставили, оказалось, что здесь маленькое расстояние для шторка не хватает. И поэтому вклеили 150-й блок уже после того, как проём был сложен. Геморрой натерпелись. То есть туда нагелем прикручивали, клеем мазали. И вот эти блоки на нагеле ещё как-то держались. Те блоки, которые строго горизонтально, нифига на нагеле не держатся. Поэтому их ещё подпирали досками. Потом подумали-подумали. Подпирать решили досками все остальные блоки, чтобы они не отходили. И с наружной стороны замазали. Но внутри это не нужно. Вот таким способом изменяем косяки заказчика. Ну сняли подпорочки. Стоять не падает наша заклейка блока снизу. Надеюсь, рубрика по секрету всему свету вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Клайцайте колокольчик. С вами, как всегда, был Владимир. Будьте любознательными и богатыми. С крещением!